Девушки отдыхают Чтобы обед получился незабываемо вкусным, важно не только качество продуктов, но и чувство пропорции. И творческая атмосфера на кухне. А главное, это ваше настроение. В эфире самое вкусное шоу страны «Маги кухни». Я ее ведущий Алла Черкасов. Здравствуйте. Мы начинаем готовить. Ну и, конечно же, готовим мы сегодня с прекрасными девушками. Приятной компанией из группы «Туркис». Встречайте Жанара Батырша и Аннели Нургажаева. Здравствуйте, девушки. Так, это еще правильно. «Туркис». «Туркис». Так правильно, да? Да. Вам звучит прям эффектней. Как настроение? Отличное. Как вы думаете, на кухне важно настроение? Да. Конечно, обязательно. Вот мы недавно в одной из наших программ упоминали о том, что девушка на кухне, она же всегда, по идее, на кухне у нас, это настолько машинально, на автомате она происходит, что не в зависимости от настроения, она должна и обязана приготовить вкусно. Вы как считаете? Ну это да, это обязанность девушки. Так в нужном настроении? Конечно, нужно. Все равно нужно. Отлично. Кстати, говоря о качестве продуктов, вот вы с собой принесли корзину, сейчас мы расскажем нашим телезрителям, для чего нам это все нужно, что вы будете нам готовить. Это у нас, значит, любимые соусы? Да, это кетчуп. Хорошо. Майонез. Так. Это все для маринада. Так, рассказывай дальше. Мы сегодня будем готовить куриное филе, запеченное с овощами. Шикарно. Это вы на попы, что ли, в реальном питании? Ну, мы же девушки. Молодцы, поддержал. Так, зелень обязательно. Обязательно. Это все в конце. У нас здесь более знакомый продукт, в принципе. У нас здесь перчик, правильно? Вообще без него никак. Так, морковь. Морковь, баклажан. Угу. До свидания. Так. Кашечка. Кашечка. Помидор есть, лучок, сыр. Да. Нам какой-то особенный сыр нужен? Нет, который хорошо плавится. Который хорошо плавится. Да. И яйца. Нет, яйца у нас для второго блюда. Окей. Не будем рассказывать все секреты. Куриная грудка. Обязательно. Хорошо. Смотрите, внимание. Я не просто так все рассказал о наших ингредиентах и продуктах, которые нам сейчас понадобятся. Готовим мы приятные еще одной компанией. Не мы только травим будем. С нами еще любимая продукция наших друзей и нашего генерального партнера Маги Кухни. Компания Евразинс Фудс Корпорейшн с брендами. Три желания, шедевр и золотые горы. Евразинс Фудс Корпорейшн. Продиция и качество аж 1962 года. И мы представляете, сколько мы с ними вместе. Ничего себе здорово. Представляете, сколько мне лет. Ложучок. Итак, девочки, расскажем наше сегодняшнее меню. У нас салат с семгой и помидорами, верно? Да. Ну и совсем скоро мы также удивимся куриной грудкой, запеченной с овощами. Да. В принципе, я думаю, наши зрители все это ели, но в такой атмосфере, как это готовят именно девчонки из группы Тюркис, никто еще не пробовал. Поэтому сегодня для вас, для всех, для нас будет дебют, правильно? Да. Итак, обо всем по порядку. Корзинку убираем в сторону, вот сюда. Я иду туда. А вы тем временем рассказывайте, чем я вам могу помочь. Потому что у нас такая атмосфера на кухне. Две девушки и один парень. И называйте, угадайте, кто тут лишний. Нам нужна ваша помощь. Хорошо. Да, обязательно нужна. Нам нужна сейчас чашечка для того, чтобы мы замариновали курицу. Хорошо. Так. Я уже начинаю, да? Да. Насколько нужна большая чашечка? Можешь как-то чуть-чуть. Вот такая? Да, я думаю, хватит. Такая пойдет, да? Хорошо. Значит, мы начинаем готовить куриную грудку, запеченную с овощами. Да. Хорошо. Так, мне, наверное, лучше пройти туда, да? Как вам удобно. Вот эта кухня в вашем распоряжении. Иду сюда. Давайте, вот мы с вами здесь тогда. Давайте расскажем нашим телезрителям любопытную информацию о том, как появилась эта группа, как зародился этот проект, откуда такое интересное, восточное такое название. В общем, обо всем по порядку. Кто начнет? Объем. Режь, режь. Да, да, да. В смысле, это мы все делаем обычно в процессе. Это был кастинг из пяти этапов. Он проходил очень долгое время, месяц почти. Более 500 девушек отобрали. Первый меня, потом Далиду, у нас третья девочка есть. Из 500? Да. Круто. Слушайте, секунду, вы мне дадите какое-то задание, чтобы я в процессе вместе с вами чем-то занимался? Я думаю, да, пожалуйста, нет. Нет? Сначала нужно замариновать курицу. Приготовьте, пожалуйста, майонез. Приготовьте, пожалуйста, плов. Да, приготовьте, пожалуйста, нам курицу. Ну, пошли, пошли. Нужно майонез взять. Так. Вот, усу стоит. Хорошо. Ага. Бальзамический ус, майонез. Что с ним сделать? И нужна соль еще. Нужна соль. Соль, перец. Хорошо. Соль. Перец. Перец. Нет, вот не перец. Давайте вот такой вот возьмем. Хорошо. Все, готовим. Ешь, Алан, да? Да, ешь. Так. Это все сюда? Все сюда. Будем мариновать курицу, да. А, баклажей. Майонеза сколько? А вот, я так понимаю, соус весь, да? А можно на тарелочку? Нет, не весь. Можно чуть больше половины. Давайте, вы мне скажите, когда стоп. Ну, хватит, все. Хорошо. А вот майонез, я думаю, весь, да? Так. Ну, влейте. Хорошо. Влейте. Не порезайте. Ну, судя по тому, как вы говорите, мне кажется, вы знаете, что вы делаете. Конечно. Хорошо. Еще, да? Все. Хватит. Все. Так, да, пока да. Если что, добавим. Так, хорошо. Соль и перец. Так, а перца сколько? Вот так вот. Еще. Еще. Хорошо. Чуть-чуть. Все, все, все. Вот так, хватит, да? Да. Так, теперь я с этим что делаю? Теперь вы все это должны перемешать. Так. Я, значит, все перемешиваю до однородной массы. Да. Превращаю в один единый соус. Да. Окей. Должен быть очень вкусным. Тем временем, пока я этим занимаюсь, вы занимаетесь курочкой. Я, да, я режу до сих пор курицу. Есть. Так, возвращаемся, значит, к кастингу. 500, значит, девочек, желающих стать солисткой группы «Тюркис». Повезло вам. Повезло нам, да. Первое повезло мне. Я прошла, потом был второй кастинг, прошла Далида. Наши третьей участницы, я, к сожалению, сегодня нету. И последнюю мы нашли Аннели. Мы вместе с прошел. Слушайте, а какие критерии были во время кастинга, во время отбора? Первый этап был какой-то вокальный. Кастинг был сперва. Потом второй этап у нас был. Да. Странцевать потом, да? Потом станцевать, потом арсить. Надо было себе показать. На кастинге в жюри была хореограф из Украины. А, да, да. Молодцы. Так, я думаю, это разрезать. В вашем уже багаже есть наверняка какие-то песни, и сколько их? Конечно. И в каком жанре? Ну, учитывая название коллектива, я так понимаю, что это должно быть с Восточной? Мы на международный проект. Так, да, сон готов. У нас азербайджанский продюсер Иса Меликов. Второй наш продюсер. Так. И мы на две страны. Молодцы. Ничего себе. Чуркоязычные страны. Так, маринуем курицу. Так, мы маринуем курицу. Да, мы сейчас ее выложим сначала. Как долго она у нас будет в маринаде? Ждем соль. Минут 10, думаю, достаточно. То есть день и два держать не надо? Нет. Если есть возможность, минут 20 подержать, то можно. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Да, отлично. Так. Тем временем? Я делаю... Баклажаны. Баклажаны, да. Надо их посолить, они должны постоять 10 минут, потом их надо промыть. Хорошо. Вы скажите мне, как часто в силу своей профессии, в силу влечения, в силу, может быть, графика, занятости, насколько это сейчас у вас график забит, вы мне еще расскажете, надеюсь. Как часто вы появляетесь на кухне? Очень. Каждый день. Мы там живем. Так, я так понимаю, все это сейчас было сказано в кавычках, да? Конечно. Вот про себя я могу сказать, что я вообще не готовлю. Ну, как бы я... Мы всегда на диете. Постоянно. Я живу вместе с Далидой. Всю жизнь. Ничего не едим. Да. И Далидой всегда, которая не доверяет мне. Слушайте, а хорошо, если вы на правильном питании, следите за фигурой, как, в принципе, положено девушкам, уж тем более медийным личностям, девушкам на эстраде, на вас смотрят зрители, да? И как бы все должно быть правильно, все это логично. Но что-то вы должны же кушать. Есть какой-то специальный рацион. Может, поделитесь с нашими телезрителями, расскажете, чем питается группа «Тюркиз». Дадите какой-то совет, свое меню. Мы обожаем куриное филе. Так. Все. Курица в любом ее проявлении. Да, вот особенно у кого-то куриное. Это белковое питание, да. Хорошо. Любим рыбу. Так. Красную рыбу. Так. Обожаем. Морепродукты вообще очень любим. Хорошо. Так, мы чистим картофель. Угу. Что на этом этапе, что можем сделать? Вот сыр, овощи нам надо как-то порезать еще? Так, сыр пока не нужен. Вы можете помочь порезать морковь? Морковь. А где он? Вот она. Морковка здесь. Да. Давайте перейду сюда. Вы ставите сюда. Так, морковь как мы нарезаем? Это нужно будет сделать колечками очень-очень тонкими. Вот отсюда тоже. Либо можете сначала разрезать наполовину, а потом полукольцами. Как скажете. Главное, чтобы потоньше были. Наполовину вот так, да? Угу. Нет, нет, нет. Так? Да, вот так. И потом уже колечками. Хорошо. Слушайте, но все равно же от этого никуда не деться. Вам в перспективе выходить замуж. И как-то готовить необходимо. Угу. Уметь однозначно, учиться точно. Мы умеем. Ну, просто не готовить, потому что не для кого получать. Вас вы все надеете, да? Я так понимаю. Да, вот я сидела то на кефирной диете, чем то на белковой. И я как бы не готовила. Ну да, что там кефир готовить? Да. Купил. Да, купил и пей. Да. На завтра кефир, на обед кефир и на ужин, главное, не перепутать кефир. Кефир, да. Да. Аделья, а у вас? Да. Ну, у вас тоже какая-то есть определенная диета? Я сидела... Вот вы про кефирную сейчас вспомнили. Ха-ха-ха. Кефирная диета, нет. Я сидела на диете капустной. Капустной? Да. Очень хорошая. Единственная диета, которая нормально мне помогла, прям был такой быстрый результат. Это, в смысле, нужно поставить на капусту есть? Нет, там в рацион входит кефир, однопроцентный обязательно, молоко безжиренное, можно пить зеленый чай. Так. Но зеленый чай нужно пить три раза в день, желательно. Потому что он очень помогает. И цветная капуста в любом виде. Мне нравится, что при всем при этом называется диета капустная. Нет, в смысле... Кефир, молоко. Можно не цветную капусту, можно обычную капусту. Можно красную. Ну, называется она именно так, да? Да. Капустная диета. Так. И воды побольше. Ну, собственно, это ваше любимое, на которых вы периодически сидите? На ней очень приятно сидеть, я люблю капусту. Ну, вы все-таки, как считаете, согласны с тем мнением, что диета это не очень хорошо, а правильное питание регулярное, это намного лучше? Организм не испытывает шок. Ну, это, конечно, правильное питание, оно всегда было правильным. Или в вашем случае, когда график ненормированный, вам очень сложно соблюдать это правильное питание, да? Завтра, капитал. Диета, это просто как последний шанс у нас перед съемками, там, какими-то, там, раз, там, два дня, три дня есть, и посидел на диете. Ну, в принципе, да, все средства хороши, главное, чтобы был результат. Да. Ну, а правильное питание, оно всегда должно быть. Что у нас дальше по овощам? Помидор? Картошка. Почему именно такое? Я просто передаю. Почему именно наоборот? Я ничего не делаю. Я не могу картошку как-то уйти. Девочки, давайте расскажем, сколько у нас песен в репертуаре. У нас... Так много что не помню? Нет, авторские. Авторские именно у нас пять. А у вас еще камеры есть, да? Да. Так, авторских сколько? Пять. Пять авторских песен? Одна перепевка у нас есть, народная песня «Укребай». А у вас, получается, полноценный практически альбом есть уже? Нет. Нет еще, да? Хватает еще там пару песен. Ага. Ну, скоро... То есть, получается, не за горами мы совсем скоро услышим о презентации группы «Тюркес». Да. Молодцы. Вот мы недавно сняли второй наш клип. Песню называется «Шагар Мене», еще на азербайджанском «Чагар Мене». Автор этих песен Иса Меликов, наш второй продюсер, который живет сейчас и продюсирует нас в Азербайджане. Вы дистанционно, получается, работаете. Молодцы. Слушайте, что мне с луком делать? С луком. Лук я порезала. А, все, не надо? Нет. А, все, хорошо. Я думаю, здесь хватит. Тогда у нас все, да? Из овощей? Из овощей все. Да. Так, сыр. А баклажан? Сыр в конце. Да, баклажан как резать нужно? Я баклажан уже порезала. Все, он уже готовится. Да. Тогда все. А 10 минут прошло? Кто-то время засыпает? Да, думаю, да, уже можно промыть баклажаны. Баклажаны промываем? Нет, еще. Еще ждем? 10 минут не прошло. 10 минут не прошло? Нет, нет. Хорошо. После того, как мы сейчас промоем баклажаны, все вот это вот чудо полезное отправляется в одну посуду? Да. Да. На противень. На противень. Вместе с курочкой, с филимом мы доставим, получается, и все это мы отправляем в духовку. Да. Верно? Да. На какое время? 30 минут. 25 минут, потом вытаскиваем на терке сыр сверху, и все, он должен быть плавленный. Понял. Опять он за свое. Вот соберу урожай, будет зима сытая. Что, упахался? Мечтатель. Заживем мы с тобой, Маня. Вот лучше поешь по-настоящему и заработай. Натуральное сливочное масло из сливочек ядреных приготовленное. Такое ароматное и вкусное. Масло «Золотые горы». Настоящее, как обещали. Полностью блюдо выкладываем на пергамент? Да. Или на посуду? Сначала курицу. Нет, на пергамент. Полностью? Да. Хорошо. В идеале, наши телезрители, я думаю, понимают о таких вещах, например, маринад тот же самый курицы может простоять пару часов. Да. В идеале. Но мы хотим показать вам рецепт, поэтому об этих тонкостях рассказываем в эфире прямо сейчас. Нарушая некоторые из традиций, нам главное показать это блюдо. В принципе, оно от этого хуже не станет. Но если вдруг дольше маринад постоит, оно станет сочнее. Мы выкладываем курицу на пергамент. Вот так вот вкладывай просто. Да. Просто по всему. По очереди. Хорошо. Так. Вот так. Угу. Следующий. Слушайте, а овощи как сверху? Да. Сначала лук у нас пойдет. Вот это вкусно, мне кажется, должно быть. Вот так. Это блюдо предложила, вообще-то, Анна Ильи. Она сказала, вот давай приготовим куриную грудку. Даже она хотела, что, лагма? Я бы приготовила здесь лагма. Да, она бы приготовила здесь лагма. Я бы здесь манта еще приготовила. Так, лук сверху. Теперь выкладываем лук, да. Давайте вместе. Давайте. Слушайте, если вас когда-нибудь спросили бы, у нас же огромное количество женских коллективов на нашей эстраде. Угу. И с каждым днем, по-моему, их становится все больше и больше. Каждый из этих женских коллективов намекает или хотя бы говорит о том, что мы отличаемся от всех остальных. И говорят, в общем-то, тем-то, тем-то, тем-то. Как вам кажется, ваш коллектив, ваша группа «Тюркиз» чем отличается от других геллсбендов, от других групп женских, которые есть на нашей эстраде? Хотя бы на нашей эстраде. Ну, в первую очередь, мы отличаемся тем, что мы проект не на одну страну, на две страны, международный проект, международный. Теперь баклажан выкладывай сверху, да? Наша задача полностью закрыть, вот так, да? Ну, я думаю, да, нужно полностью закрыть, чтобы... Главное, чтобы не на друг друге лежали. Так вы мне скажите, в чём всё-таки отличие, помимо того, что это не двуязычное, а как на две страны вы говорите? Да, проект. Ну, вообще не на две страны, а международный проект. Международный проект. Да, не только Азербайджан будет, в дальнейшем у нас будет все функции. Да, в дальнейшем. Ага, тюркский. Ну, да. Ещё у нас... У нас отличается музыка. Да. Какие-то инструменты особенные? Ну, мне кажется, что отличие международного, что мы проект, это уже какое-то... Ну, согласен, какая-то фишка, да. На двух языках пить. На двух языках мы всё поём. У вас три девочки. Да. В перспективе нету продюсеров? Может быть, где-то слышали скользко? Эй, давай возьмём пятую. Нет, что ли? Давай, давай. Пока вроде в планах нету такого. Так, добавляем, да, пожалуйста? Или не надо, это же лишнее? Нет, это думаю, лишнее, да. Всё. Хватит. Вот. Теперь? Картошка. Я это уберу. Картошка также сверху? Да. Всё сверху. Запеканка у нас прям какая-то. Ну да. Всё, хватит. Мы даже сварим очень. Теперь морковь. Теперь морковь. Слушайте, я знаю это блюдо, видите, как я указываю. Да, супер. Вообще супер. Так. Отлично. Так. Так, 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 так. Есть. Закрываем. Закрываем. Потом пойдёт перчик, да? Да. Вы мне всё, давайте, я всё по очереди буду закидывать. Я уже понял систему этого блюда. Мы можем уйти, всё. Так, теперь, на сколько градусов у нас отправится в духовку наше блюдо? Отлично. На сколько градусов и сколько времени? Так, по времени на 25 минут. Двадцать, может. На двести градусов? Да. Двести градусов. Двадцать тире двадцать пять минут, да? Для курицы немного это? Нормально? Смотрите. Я делала, ну, когда мы делали курицу. Сто пятьдесят, хватит. Сто пятьдесят, а потом можно будет немножко. Окей. Так, всё? Помидоры. И помидоры. А вот соус, если остался, то нужно будет... Хорошо. Немножко. Есть ложечка? Вот ложечка. Немножечка много? Давайте закинем помидоры вот так вот. Нет, сначала нет. А, сначала соус. Соус, да, помидоры, сейчас свой сок дадут. Жди. Может, я говорю, что? Придем. Тут немножко совсем, ну, понятно. Ну, весь основной соус, да, остался на самой курице. Да. Тут соуса совсем немного осталось. Надеюсь, он соус будет. Так, это всё, что нам нужно. Правильно? Пока да. Теперь отправляем в духовку? Да. Ну что ж, друзья, момент истины. Совсем скоро сейчас практически финальная часть нашей подготовки. Мы отправляем в духовку наше блюдо. На 20-25 минут мы будем наблюдать за происходящим, конечно же. Есть. Совсем скоро мы с ним увидимся. Но тем временем я предлагаю сделать следующим образом поступить. Смотрите. Пока наше блюдо одно готовится, чтобы мы не выжидали его на готовку, соответственно, на 20-25, мы можем приступить к приготовлению салата с сёмгой и помидорами. Он готовится намного быстрее, чем 20-25 минут. Но так или иначе, я постараюсь сделать возможность, чтобы мы подали два блюда одновременно нам к столу. Готовы? Да. Я надеюсь, и наши телезрители тоже готовы. Записывайте, запоминайте новые рецепты. Но у нас сейчас классический салат с сёмгой с помидорами. Надеемся, что он будет чем-то отличаться. Запечённая куриная грудка с овощами. Для маринада. Соевый соус перемешать с майонезом. Куриное филе нарезать на небольшие кусочки и подержать в маринаде 10 минут. Лук, морковь, картофель порезать тонкими полукольцами. Болгарский перец нарезать хаотично. Помидоры, баклажан на круги. На форму выложить пергамент. Затем курицу и овощи слоями. В конце смазать оставшимся соусом. Выложить помидоры и отправить в духовку на 25 минут. За несколько минут до готовности добавить тёртый сыр. О всех самых важных новостях порой мы делимся именно на кухне за приготовлением любимого блюда. Наша программа не исключение. Новые звёзды, новые артисты, новые гости и, конечно же, новая информация. А вот какая именно, об этом совсем скоро вы вновь ещё узнаете. У нас в гостях, напоминаю, группа «Тюркиз». Ну и, конечно, мы продолжаем готовить, продолжаем удивлять и сами порой удивляться. У нас куриная грудка, запечённая с овощами. Мы проделали достаточно традиционный, классический, не могу сказать, что самый лёгкий, но достаточно понятный путь. Нарезав всё остальное, замариновав, по возможности, мы закинули, положили всё в духовку. У нас это всё томится, выжидает своего часа. Совсем скоро мы с этим столкнёмся и будем, конечно, пробовать, дегустировать. Но пока у нас готовится одно блюдо, мы приготовим первое. Именно салат с сёмгой и помидорами. Именно в меню я имею в виду, а салат у нас стоит на первом месте. Да. Поэтому, собственно, с салатом мы сейчас и начнём, а потом подадим всё к столу в полноценном виде. Итак, расскажем, что нам нужно для салата с сёмгой с помидорами. Значит, нам нужна сёмга малосолёная, помидоры, лучок, зелень есть, это у нас сметана. Сметана. Моцарелла, сыр. Моцарелла, да. Сыр, соль, перец по вкусу. Да. Ну, в принципе, всё ясно. Можно есть или... Так, давайте нарезать. Расскажите, что нужно сделать. Займите с рукой, пожалуйста. Нужно почистить, оставить только филе. Я возьму на себя помидоры. Хорошо. Я удаляю всё ненужное полноценное, а оставляю только филе. Да. Хорошо. Я буду резать сыр. Так. Так, режем всё мелкими кубиками. Хорошо, хозяин. Над чем сейчас идёт работа? Вот, скоро мы запускаем наш второй клип. Так. У нас презентация пройдёт в Казахстане, первая презентация, а вторая презентация – в Азербайджане. Мы поедем туда и будем там как бы депутировать уже. Слушайте, клип запустится, вы уже отсняли второй? Второй отсняли, да. Он сейчас вон тоже. Почти уже готов. Как вы быстро всё делаете. Так, сёмга кубиками. Всё кубиками. Всё кубиками. Всё одного размера, да. Отлично. Так. И вот так. Жанна, у вас тоже всё готово? Нет ещё. Ещё нет. Здесь непонятный кроник. Хорошо. Слушайте, а есть какая-то мечта? Я у многих артистов на нашей кухне задавал этот вопрос. Многие дали толковый ответ, а некоторые, конечно, увиливали, уходили от ответа, потому что сами порой не понимали. С кем бы из артистов вы бы хотели спеть? Давайте начнём хотя бы с нашей эстрады. С нашей эстрады? У вас началась Казахстанская? Давай, сейчас так. Раз, два, три. Найдюанс. На самом деле с урдой, конечно, у нас такая мечта была, когда мы только начали готовить. Ну, вы по энергетике, в смысле, схожи, да, получается? С урдой? Да. Ну, у нас продюсер достану разбег. Ну, больше, чем урдой. И он к себе там тянет. Да, по образу мы... А если взять, хорошо, мировую эстраду? Ох. Давайте такая. Это будет мечта? А мужские, мужская группа или женская? Не принципиально, не принципиально. Это будет такая мечта, из ряда, знаете, говорят, мысли материализуются. Да. Я не знаю. Мамфай. Миловые. Бионт. Вам такие драйвовые больше ближе, да? Да, я быстрее. Да. Ну, это уже когда я буду солисткой, там, соль напить, да. Ну, это уже после дуэта сурда, да? Да. В поисках лучших ингредиентов они могут объехать весь мир. Выбирая только самые свежие, вкусные и полезные продукты. Ведь готовят они для своих родных. А родных у них миллионы. Майонезы, соусы и кетчупы – три желания. Готовим для родных. Так, нарезаем лук так же кубиками. Да. Что еще там осталось? Мы все даем. Да. У нас практически все. Завершение салата приближается. Я так понимаю, потому что мы практически все нарезали. Ага. Попроверим там духовку. Мы это все сейчас смешиваем или как? Да. Просто все смешиваем. Ложим сметану. Слушайте, а вместо рыбы, ну и семги, по крайней мере, я так понимаю, может оказаться все, что угодно? Я думаю, да. Могла касаться та же самая курица. Курица. Крабовые палочки. Крабовые. Палочки. Колбаса. 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 Ну, какое детство было просто. Мы выбрали рыбу, потому что мы ее любим. Мы говорили, что мы любим рыбу. Креветки, кстати. Да, креветки. Да, да, да. Какое любимое блюдо у вас? Ага, сложный вопрос. Зажигалка. Какое любимое блюдо? Семга. Я думал, что ты сейчас с огнем, она скажет. С огнем. Я еще люблю лагман. Семга и лагман. Да, манты. Так. А на левую вас какое любимое блюдо? Я люблю кукси. Вот это поворот. Я люблю корейскую кухню. Шикарно. Так, мы зелень нарезаем как? Да, мелко. Тоже мелко. Нарезаем мелко зелень. В нашей программе сегодня с вашей группой мы очень любим все нарезать. Да. Мы только режем. Мешаем, режем. Так. Так. И вот так. Да, немного. Все, лук готов, да? Нам теперь это все в одну посуду какую-то, да? Да. Вот чашечка. А, вот в нее тогда это все, все понял. Франара принесла. Да. Лук закидываем? Да, сейчас. Да. Добавляем сметану, да? Как много? Ложки две минуты. А солить, перчить потом или сейчас? Да, потом. Это будем мешать до того, как помешаете. А нет? Так. Так. Ну, вот как раз. Все. Есть. Теперь давайте вместе. Я с Олевым перец. Так. Есть. Не сказать, что это самый весенний салат, самый летний, осенний. Он какой-то такой нейтральный. Вот. Ну и блюда, по-моему, курицу едят все совершенно. Поэтому всем телезрителям говорю, делюсь, напоминаю. Буквально через несколько секунд на нашем столе появится полноценное меню. Как мы и обещали. В принципе, мы так уже привыкли, поэтому нам это очень нравится. Блюда, ну и, конечно же, салат. Так что принимайте трудотворение наше общее место с группой Туркес. Через несколько секунд. Салат с помидорами и семкой. Все ингредиенты нарезать мелким кубиком. Заправить сметаной и подавать с порубленной зеленью. Салат готов. Приятного аппетита. От наших друзей, от меня лично, от программы «Магия кухни» низкий вам поклон. Но перед тем, как я принесу вам и подарю вам замечательные сюрпризы от наших партнеров, я бы хотел, с вашего позволения, внести еще маленькую лепту, которая дополнит весь этот аромат, весь этот букет. С вашего позволения. Конечно. Я считаю, что классический, именно классический, несмотря на всю большую палитру и выбор, именно классический кетчуп, вот, может сыграть приятную компанию в этом блюде. Вы это сами сделаете или мне как-то это украсите? Может быть, просто скраю, а потом будем. Вот так вот, да? Да. Супер. Вот так вот, 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 так вот. Вот. Ну, оттуда аромат, кстати, от печи уже исходит. Так что, в принципе, ребята, делайте выбор свой сами. Ну, мы решили дополнить это все маленьким соусом, который придает такую маленькую пикантность. Прямо сейчас, как и было уже обещано, приятные подарки, конечно же, для наших любимых гостей. Девочки, вам огромное спасибо за ваш визит, за вашу компанию, за эту приятную атмосферу. Надеемся, появится намного больше времени, чем сейчас есть в вашем графике, и вы будете с удовольствием готовить для своих родных и близких, и, может быть, друг для друга. Удивляйте ваш коллектив и сделайте вкуснейшие блюда, вкуснейший ужин для вас, для ваших продюсеров. Доброго. Я думаю, им это понравится. Спасибо большое. Так, Жанра, держите для вас. И Анели, вас тоже не оставим без внимания. Для того, чтобы на вашей кухне также было аппетитно, вкусно и ароматно, как и на нашей, вспоминайте про нас, мы про вас точно не забудем. Спасибо огромное. Эта корзинка с приятными сюрпризами от компании Евразинс Фуд Корпорейшн, с брендами «Три желания», «Шедевр» и «Золотые горы». Ешьте, наслаждайтесь и не поправляйтесь ни в коем случае. Спасибо большое. Ну что ж, настал момент подвести итоги. Мы прощаемся со всеми без исключения, но это ароматное прощание, как всегда, ненадолго. Друзья, совсем скоро вновь увидимся на телеканале «Хабар» в программе «Магия кухни». Это Аллан Черкассов. Всем приятного аппетита. «Хабар» в программе «Магия кухни» Масло «Золотые горы». Настоящее, как обещали.